Из 50 депутатов 28 переизбранных, 22 новых. В новом составе 9 женщин. Средний же возраст новоиспеченных народных избранников 47 лет. Обновление депутатского корпуса достаточно ощутимо, отметил мэр, и подчеркнул, что от каждого город ждет реальных дел. Завоевать доверие горожан можно лишь плодотворной работой. После вручения удостоверений состоялось официальное открытие сессии городского собрания с традиционным гимном. А вот кто возглавит городское собрание, решили тайным голосованием. Напомню, подавляющее большинство депутатов – единороссы. Партийный актив принял решение выдвинуть на должность председателя городского собрания кандидатуру бывшего первого заместителя главы Сочи Виктора Филонова. Таким образом, избранная счетная комиссия в бюллетень внесла лишь одну фамилию. Решение 48 присутствующих депутатов приняли единогласно. Кандидатура Виктора Петровича Филонова набрала за 47 голосов. Против – нет. Восдержался один. Новый председатель городского собрания не скрывал волнения, всех поблагодарил за доверие и озвучил вопросы, которые, по его мнению, должны стать основополагающими. На сегодняшний день это формирование бюджета, жилищно-коммунальное хозяйство и вопрос земельно-правовых отношений. Коллектив, подчеркивают, власти сформирован работоспособный. И главным отличием нового депутатского корпуса, считает Виктор Филонов, должна стать открытость. Как показала предвыборная кампания, у населения дефицит общения с депутатами. Направление будет такое, чтобы выходы были в свои избирательные округа, вести прием по личным вопросам, делать выездные приемы, там на месте собирать сходы, собирать какие-то собрания, для того, чтобы решать и рассматривать проблемы каждого конкретного человека, каждого конкретного микрорайона. И чем ближе наш депутатский корпус будет к нашим избирателям, тем, наверное, быстрее и лучше будет решать те проблемы, которые есть. Потому что средств, естественно, что на все не хватит для решения всех проблем. Нужно выбирать приоритеты. А приоритет можно выбрать только общаясь с нашими избирателями. Призвал депутатов к конкретным делам и глава курорта. Главные застарелые проблемы города, отметил Пахомов, решены. Свет, дороги, экология, трудности в этих отраслях в прошлом. Сегодня необходимо развивать Сочи как благоприятный город для проживания. И в то же время курорт мирового уровня. Самое главное решено. Стержень экономики есть. Круглый год курорт работает. Такого у нас не было никогда. Сегодня это есть. И это заслуга, в общем-то, предыдущего созыва депутатов. Сегодня другие задачи. Послелимпийские. Во-первых, послелимпийские наследие должно работать. Повторяю еще раз. Нам надо улучшать городскую среду. Нам ни в коем случае нельзя допустить ухудшения городской среды. Это тоже наша задача. Но главная задача – это наши жители, горожане. Повторю еще раз, что до каждого мы не дошли. Включиться депутатам в работу Анатолий Пахомов предложил уже в ближайшие выходные на общегородском субботнике. Организовать работу в каждом округе этот наказ стал первым новоизбранному председателю городского собрания от мэра Сочи. Галина Моисеева, Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.